Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Для меня огромная честь участвовать в такой интересной, с научной, практической точки зрения конференции. И я хочу поблагодарить организаторов конференции и лично Замеру Ахмедовну за предоставленную возможность участия в данной конференции. И сегодня я хочу рассказать о том, почему так важно психологически подготовить пациентов с опухолями головы шеи к хирургическому лечению. С каждым годом увеличивается частота случаев диагностирования онкологических заболеваний. Это связано с различными факторами, которые провоцируют это заболевание. Ну и, конечно, прежде всего, с совершенствованием методов диагностики. В среднем за год заболевают около 10 миллионов людей на нашей планете. В день около 30 тысяч. Из них полторы тысячи примерно жителей нашей страны. И речь идет только о том, кому поставлен такой диагноз. Фактически же цифра больных раком значительно выше, и она окончательно как бы неизвестна. Среди основных причин смертности во всем мире ведущее место занимают онкологические заболевания. Каждый седьмой смертельный случай – это случай смерти от рака. И вот на данной табличке видно, сколько людей умирает каждый день. И примерно 25 тысяч, 26 тысяч человек в день на планете умирают именно от онкологических заболеваний. Это почти в три раза больше, чем от респираторных заболеваний. И гораздо выше, чем от таких опасных заболеваний, как туберкулез, ВИЧ, ковид вместе взятых. В настоящее время, благодаря совершенствующимся методам оказания медицинской помощи, выжимайство онкологических больных растет. Но, к сожалению, после лечения злокачественных новообразований возникают не менее важные проблемы, связанные к возвращению обычному образу жизни, то есть к качеству жизни этих пациентов. Нужно сказать о том, что плановые хирургические вмешательства составляют более половины среди всех операций, которые выполняются в нашей стране. И из них примерно треть выполняется именно по поводу онкологических заболеваний. И авторы считают, что одно из наиболее сложных для лечения с точки зрения локализации представляют именно злокачественные образования головы и шеи. Они опасны своим быстрым и агрессивным течением. К сожалению, очень запоздала диагностика. И действительно, по статистике, большая часть пациентов, которые обращаются к врачу и которым диагностируется этот диагноз, это, к сожалению, третья-четвертая стадия. Малой чувствительности к лекарственным препаратам, близким расположением пораженного участка к жизненно важным структурам и органам, а также неизбежными косметическими функциональными дефекторами, которые возникают у человека после хирургического лечения. Итак, хирургическая операция, что это такое? Это комплекс таких воздействий на ткани, на органы человека, которые проводятся врачом, но прежде всего с целью лечения или диагностики, а также коррекции функций организма, выполняемых с помощью различных способов разъединения, перемещения, соединения тканей. Первая и основная реакция любого человека, любого психически здорового человека, перед любой по объему и продолжительности операции, этот страх, это абсолютно бессознательная такая реакция, которую невозможно контролировать и которой невозможно управлять. В середине прошлого столетия Николай Николаевич Петров, чье имя носит ваш институт, говорил о том, что хирургия по своей природе почти всегда порождает у человека, кроме болевых каких-то реакций, сложную систему разнообразных душевных явлений, от беспокойства, недоверия к врачам до озлобленности и страхов. Поэтому большое внимание необходимо уделять внутреннему миру, психике человека передопираясь. К сожалению, несмотря на то, что прошло почти уже 80 лет с этого времени, такого внимания, о котором говорил Николай Николаевич, до сих пор не уделяется. А между тем, предоперационный страх и тревога не только увеличивают болевые ощущения на всех этапах лечения, но и плохо сказываются на процессе реабилитации и в конечном итоге на качестве жизни пациента после операции. Любые эмоции вызывают соматические изменения. Взаимосвязь асоматического и психологического неизменна. И вот одной из особенностей эмоций является их тесная связь с различными физиологическими процессами, вегетативными, гормональными. Тревога может вызывать такие физиологические реакции, как тахикардия, гипертония, повышение температуры, потливость, тошноту, рвоту, обострение, осязание, обоняние, слуха и многие-многие другие. Предоперационная тревога может вызывать поведенческие когнитивные изменения, которые приводят к усилению напряжения, нервозности, повышению агрессивности. Многие пациенты могут испытывать такую тревогу, что не могут понять самые простые какие-то инструкции, которые дает им врач. Ну и, соответственно, они их нарушают и не следуют. И в своей практике врачи часто сталкиваются с тем, что они говорят о том, какие обследования нужно провести или как подготовиться к какому-то обследованию. Пациенты не выполняют эти рекомендации, но не потому, что они этого не хотят, а потому что уровень тревоги не позволяет осознать и воспринять таким образом информацию, чтобы она стала понятна человеку. К сожалению, предоперационная тревога вызывает агрессию, повышает такие черты характера, как требовательность. А это требует постоянного внимания со стороны медицинского персонала, прежде всего медсестры. Страх, который испытывает сам пациент, может повлиять и на течение операции. Под воздействием страха у человека может повышаться артериальное давление, могут спазмироваться сосуды, и это может привести к таким осложнениям, как, например, неожиданное кровотечение. Страх порождается не столько конкретной опасностью, сколько неопределенностью. Испешать этого поможет информация о запланированной операции, как будет выполняться вмешательство, какие ощущения пациент будет испытывать во время операции, сразу после нее, в ближайшем послеоперационном периоде. Важной информацией является, сколько времени потребуется для восстановления после операции, каковы примерные шансы на положительные результаты выполнения хирургического лечения. Некоторые из полученных этих сведений, конечно, не обрадуют пациента, но, во всяком случае, они его избавят от тех сомнений, которые порождаются неопределенностью. В классической работе Харди, врач-сестра и больной, Харди говорит о том, что большое количество страхов у пациентов возникает перед операцией. Многие пациенты боятся наркоза, они боятся своей беспомощности вследствие вот этого наркоза, боятся, говорят, какие-то глупости во время наркоза, боятся вести себя не так, как следует, а не следует рекомендациям, которые они слышат от врача, боятся потери сознания, удушья и смерти. Если же в данном случае пациент уже имеет опыт операции, то тогда у них эти впечатления складываются от пережитых предыдущих страхов. Вот Клайн в своей работе описывает два типа проявления страха перед операцией. В первом случае страх обнаруживается в самом поведении пациента и выражается им громко, чётко. То есть пациент честно говорит о том, что он боится. А вот для второго типа характерно проявление страха в неожиданных формах. То есть пациент даже может сам не осознавать свой страх, но это может проявляться в неожиданных каких-то тяжёлых вегетативных осложнениях, например, в гипертоническом кризе, коллапсе, шоковых реакций или неожиданных и необычных по форме психопатологических манифестаций, в форме опять же той же агрессии или, например, психотического какого-то уровня. Итак, какие же страхи есть у пациентов? В результате многочисленных опросов, которые мы проводили с пациентами, с различной локализацией злокачественных новообразований, основными тремя страхами являются смерть во время операции, осложнения, которые приведут к инвалидизации, и осложнения сопутствующих заболеваний. Смерть во время операции, этот страх распространён среди всех пациентов, независимо от возраста, гендерных различий. Но здесь нужно сказать о том, что чем старше пациент, тем более выражен этот страх, чем моложе, то, соответственно, он и так выражен. Осложнения, которые приведут к инвалидизации, это различные осложнения, связанные с теми нарушения функций организма, которые возникают после операции. Ну, это прежде всего, конечно, стомированные пациенты, это ограничение подвижности конечности после операции, ограничение физической выносливости и другие. А также сложнее сопутствующих заболеваний. Это страх, который присутствует у всех пациентов, которые имеют хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы или дыхательной системы. Безусловно, они очень переживают за то, как не повлияет ли хирургическая операция на их сопутствующие заболевания. Кроме того, нужно сказать, что у пациентов с опухолями головы шеи присутствует еще один страх, который не отмечается, например, у пациентов, которые оперируются по поводу рака легкого или рака желудка. Это косметические дефекты. И этот страх, он стоит на втором месте после страха смерти. Пациенты озабочены тем, что у них будут швы на лице, в области шеи. Пациенты очень сильно переживают, если речь идет о стоме, если речь идет о нарушении, скажем, в области рта и другие какие-то эстетические такие моменты. Ну и осложнения, которые приведут к инквализации, осложнения сопутствующих заболеваний, также присутствуют у этой группы пациентов. Вот одной из идей, которая разрабатывается в психоаналитических исследованиях хирургического стресса, является подозрение о роли предоперационной тревоги в изменениях психического состояния после самой операции. И эта идея впервые встречается в работах Дойче в 1940-х годах прошлого столетия. Он писал о том, что по, так скажем, особенности предоперационной тревоги можно предсказать особенности адаптации пациента после операции. Ну а самой такой известной работой в этом направлении является работа Дженниса. Эмоциональная составляющая психологического состояния пациента презентуется через эмоциональные реакции. Связь между выраженностью тревоги в предоперационном и послеоперационных периодах как раз-таки рассматривается Дженнисом очень подробно. Он выделяет три типа эмоциональных реакций. Так для первой группы пациентов характерен сильный страх перед операцией. Они просто испытывают постоянное эмоциональное напряжение, сильное беспокойство, стараются отложить операцию, если это возможно, используют какие-то успокоительные препараты и постоянно высказывают какие-то мысли из своей страхи о том, что они боятся операции. Таким образом, данная группа пациентов отличается высоким уровнем тревоги и в послеоперационном периоде они испытывают неуверенность в благополучном исходе операции, постоянно боятся осложнений, боятся различной процедуры, которую им необходимо выполнять. И, соответственно, фиксированы на неприятных событиях, сопровождающих постановку диагноза, операцию. И в целом может развиваться такое ипохондрическое состояние. Для второй группы пациентов характерна умеренная выраженная тревога. Они лишь иногда высказывают озабоченность отдельными какими-то аспектами предстоящего оперативного вмешательства. Они просят предоставлять им такую правдивую информацию об операциях, о последующем восстановлении, о тех манипуляциях, которые будут проводиться. И если первой группе пациентов в послеоперационном периоде характерно отсутствие уверенности в благополучном исходе операции, то для этих пациентов у них малая вероятность развития психических расстройств, они адекватно совершенно, так скажем, воспринимают, совершенно адекватно озабочена реальная ситуация, и, как правило, каких-то осложнений у них не бывает. После операции, вернее, предоперационное психическое состояние третья группа характеризуется низким уровнем тревоги. Для таких пациентов характерен чрезмерный такой оптимизм, даже такая, знаете, бравада в отношении предстоящей операции. Они, как правило, говорят, что они не боятся операции, они отрицают вот этот послеоперационный какой-то дискомфорт, который они будут испытывать, что они терпимы к боли, что их не пугает то, что будут какие-то временные ограничения. Однако после проведенного хирургического вмешательства и столкнувшись со всеми теми осложнениями, которые, возможно, и традиционно бывают после хирургического вмешательства, например, после операционной боли, то такие пациенты начинают жаловаться на самочувствие, проявляют агрессивность, такой очень высокий уровень такого претензий к медперсоналу. У них отмечается болезненное раздражение по отношению к страданию вместо восприятия операции как естественного следствия для излечения. У них появляется повышенная требовательность к медицинскому персоналу. И на основании проведенного такого исследования Джаннис делает такой вывод, что страх умеренно выраженной, такой умеренной силы, он полезен, так как готовит пациента к столкновению с реальными такими опасностями, с реальными ограничениями, которые наступают в послеоперационном периоде. И кроме того, автор считает, что значимость предварительной информации о предстоящей операции очень важна для пациента, потому что именно она может коррегировать уровень тревоги. И это является в некоторой степени таким, ну как важным условием профилактики предоперационного высокого уровня тревоги и нежелательных эмоциональных реакций на послеоперационном периоде. Еще одна работа, которая была проведена уже нашими исследователями в 2018 году, это выраженность тревожных симптомов перед операциями в группах, которые были проанализированы в связи с развившимися осложнениями вплоть до летального исхода. Итак, первая группа, которая была уровень тревоги в норме, пациенты в общей количестве 243 человека, у них не было в послеоперационном периоде осложнений. У пациентов, у которых отмечалась средняя выраженность тревожного расстройства, были осложнения, и пациенты, у которых была тяжелая выраженность тревоги, к сожалению, у этих пациентов отмечался летальный исход. Эти данные, они схожи с теми данными, которые были получены Хенрикомсом в 1969 году. В его исследовании было показано, что для последствий кардиохирургическая операция предоперационная тревога имеет важное значение. В числе умерших после операции среди мужчин преобладали люди с высоким уровнем тревоги. Итак, можно оставить пациента наедине с его состоянием или просто дать ему перед операцией успокоительное. Только не всегда это результативно. Любое, даже самое сильное успокаивающее, только снижает накал эмоций, но в целом не убирает их и не замещает тот страх, который они испытывают. Здесь еще нужно сказать о том, что часто причиной страха у пациентов является искаженная, либо ложная информация о предстоящей операции. Например, больные, которые перенесли операцию, они уже склонны слишком преувеличивать все те осложнения, скажем, послеоперационную боль и все, что с ними случилось. Поэтому они могут крайне неблагоприятно воздействовать своими рассказами на других пациентов. Еще одной важной причиной искажением информации, а также повышением уровня тревоги является излишняя информированность пациентов о своем заболевании предстоящей операции. Но информированность эта связана не с информацией, полученной от врача. Врачи признают, что в последние годы главным образом, благодаря информации, полученной из интернета, растет, так скажем, общая осведомленность пациентов о своем заболевании, о способах его лечения, и в том числе о тех осложнениях, которые приводят в данном случае хирургическое лечение. Но несмотря на то, что специализированная информация становится, с одной стороны, крайне доступной пациентам, это лишь формирует так называемую ложную медицинскую грамотность. Таким образом, пациенты, основываясь на искаженных представлениях, которые они вычитывают или выслушивают от других пациентов, они испытывают более высокий уровень страха перед операцией, чем пациенты, которые ориентируются на мнение врачей. Итак, таким образом, процесс лечения онкологических больных, он обязательно должен сопровождаться реабилитацией, и эта реабилитация должна обязательно включать психологическую помощь. И основной задачей, которая в данном этапе является, это психотерапевтическая помощь, психологическая коррекция отношений больного к заболеванию как к фатальному, то есть во время постановки диагноза, и формирование адекватного отношения к болезни и лечению. То есть мотивация пациента на реабилитацию, возвращение к социально активному образу жизни и установление эффективных коммуникаций между больным и врачом, чтобы как раз-таки не было сарафановой радио или получение информации, средств массовой информации. Ну и для нормализации высокого уровня тревоги для улучшения физического состояния вот с целью подготовки человека к операции можно использовать, например, метод прослушивания записей звуков природы по специальной программе, которая была предложена известным санкт-петербургским психотерапевтом Гнездиловым Андреем Владимировичем. Ну это шум дождя, шелест листвы, крик дельфина. Я не буду застрять на этом внимании, потому что это психологи все знают. И вот звуки природного происхождения, они благоприятно влияют на организм, расслабляют, успокаивают, снижают уровень тревоги, ослабевают страх, и таким образом человек, скажем, спокойнее переносит операцию. Еще один мощный инструмент психологической подготовки к операции, восстановления после нее, это позитивное мышление. Вера в благоприятный исход, умение видеть положительные моменты даже в сложных каких-то обстоятельствах, они помогают человеку пережить определенные сложные периоды жизни, легче, быстрее справиться с этими проблемами. Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологическая подготовка пациентов с опухолями головы и шеи к хирургическому лечению, она направлена на снижение тревоги, активизацию внутренних резервов организма, чтобы тревога, страх не отнимали те силы, которые необходимы человеку для восстановления в послеоперационном периоде, а были направлены на то, чтобы преодолеть вот эти страхи. А это способствует преодолению в целом кризисной ситуации, связанной с болезнью, и стимулирует принятие операции как единственного способа для выживания. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо еще раз за предоставленную возможность.